Денис, приветствую тебя. Привет всем. Наша традиционная встреча для четверга. Также традиционно обсуждаем рынки с точки зрения техники, фундаментального фона. Сегодня можно затронуть золото, если ты не против, и есть хороший индикатор по рыночному сенсименту. То есть периодически делал акцент тоже, это как иной способ анализа поведения трейдеров, когда ты анализируешь действия большинства и меньшинства, ну и просто осознаешь, что хочешь торговать с положительным результатом, нужно действовать против толпы и наоборот. Ну, в общем, золото предлагаю добавить в список наших инструментов для анализа сегодня. Движение, мы так с тобой кулуарно уже обмолвились, парочка слов. Движение действительно серьезное. Это полноценные тренды. Где-то эти тренды продолжают активное развитие, где-то они ломаются, но волатильность по всему спектру инструментов финансовых рынков существенно выше средних уровней. Поэтому хочется начать лишь с напоминания, друзья. Всегда нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов, не перегибайтесь с плечами. Я рекомендую, не рекомендую вообще торговать с плечом больше, чем 1 к 10. Ну, в общем, такие классические вещи. Считаю, что иногда нужно делать на них акценты. Денис, по поводу того, что можно сегодня посмотреть. Ну, раз уж ты поддержал идею, что проанализировать можно золото, давай еще посмотрим на индекс американской валюты. Можно на евро, доллар, поскольку два инструмента, которые коррелируют практически на 100% между собой. Ну, индекс доллара, это, знаешь, как текущий триггер рыночных движений, потому что очень много макроэкономической статистики по штатам. Эта статистика влияет на действия фидеризирования. Доллар в Сочи переходит к определенным трендовым движениям, а уже доллар впоследствии оказывает давление, точнее даже снижение доллара, оказывает поддержку динамики рисковых инструментов. Ну, и что еще можно посмотреть сегодня? Можем поставить фунт еще, кстати, если ты не против. Да, можем. Так, секундочку. Вот, отлично. Давай тогда на этих инструментах остановимся, можно прийти к демонстрации экрана. Так, у меня как раз индекс доллара открыт, и важный момент, наш с тобой эфир совпадает как раз с тестом этим инструментом психологического уровня 100 пунктов. То есть, если вспомнить вещи, на которые акцентировал внимание наших с тобой прошлых эфирах, я много раз говорил о собственных сомнениях в том, что у Федеризирова есть достаточное основание для прям нескольких повышений процентной ставки в этом году. То есть, во всем фоне, который ранее публиковался, я старался найти инструменты, старался найти индикаторы, которые указывали бы на то, что все-таки политика американского регулятора может быть менее жесткой. И вот, пожалуйста, данные по инфляции, которые, в принципе, продолжают тему именно слабых данных по Non-Farm Pearls, которые вышли в прошлую пятницу, это все-таки весомые основания для снижения доллара. А на самом деле все очень просто объяснить. То есть, охлаждается рынок труда, это первое основание, за которым американский регулятор теперь думает о том, справится ли экономика с более чем одним повышением процентной ставки. И вот, пожалуйста, снижение инфляции, вчерашний отчет, это июньские цифры, ее спад сразу со 4 до 3%. Это ниже, чем ожидали эксперты, более значительное снижение в плане соотношения фактических цифр и прогнозов было в базовом индексе потребительских цен, потому что снижение с 5,3 до 4,8%. И, да, нет сомнений, что Федрезерв пойдет на повышение процентной ставки в июле. Это как бы даже не обсуждается другой сценарий. Но после вчерашних данных по инфляции на рынке допускают возможность, что в июле ставка может быть повышена всего лишь на 10 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов. Ну, это с учетом того, что зачем жестче менять условия корритования на внутреннем рынке, если текущая ставка в 5,25% в принципе уже обеспечила снижение инфляции к значениям, да, существенно отличающимся от целевого уровня взла процента, но это все равно минимальное значение по инфляции за довольно продолжительный период времени. И текущие цифры, соответственно, 3% ровно. При такой динамике снижения, как мы видели в последние дни, я думаю, что 2% как цель может быть достигнута в ближайшее время. Ну, то есть еще несколько, по сути, месяцев такого спада и цель будет выполнена. Поэтому я остаюсь как бы приверженцем идеи того, что ФРС не пойдет на повышение ставки дальше, чем вот в июле, то есть в июле это, скорее всего, последнее повышение, после будет статус-кво, выжидательная позиция и ближе к концу года я прям начну уже искать сигналы, подсказки для того, чтобы настраиваться даже на снижение процентной ставки. Это будет точно актуально, если по конец года чаще будут говорить о риске вероятного экономического спада в США. Что делать с индексом доллара сейчас? Это очень хороший вопрос, потому что мы тестируем психологическую планку и все, что угодно может произойти сейчас. Но сегодня на повестке, кстати, индекс-энд-производитель еще в США в 12.30 по GMT в этот отчет. Я думаю, что промышленная инфляция тоже покажет серьезное замедление, что может толкнуть индекс доллара еще ниже. Поэтому в качестве следующей цели я бы рекомендовал уже смотреть на значение 98 и потенциально еще ниже. Так, британская валюта. Цель тоже ранее была долгосрочная на отметке 1.30. Мы ее выполнили. Что делать на текущем этапе? Возможно, сейчас лучше сфокусироваться на не совсем прям высоковолатильном инструменте индекса доллара, а риска. Это так уже для тех, кто хочет рисковать. Ну, хотя из, опять же, сути торговли рисковыми инструментами, может быть, и следует. То, что с этими активами чаще связываются те, кто готов рисковать. Я допускаю, что трендовая динамика будет продолжена до конца этой недели, и мы можем увидеть новый локальный максимум. По фунту доллара это, возможно, существенно выше даже отметки 1.31. Причем сейчас поддержку фунту оказывает не только тотальное ослабление доллара, но и еще такой внутренний фундаментальный катализатор – это ожидание повышения процентной ставки, потому что Банк Англии, как и раньше, сталкивается с проблемой высокой инфляции. Причем по-прежнему проблема инфляции в Англии, она существенно самая, наверное, значительная среди всех развитых стран. Не вижу предпосылок для какого-то снижения, но, может быть, с учетом перекупленности есть риск для коррекционного отката. Но думаю, что коррекция – это уже, возможно, движение в следующей неделе. На этой неделе есть еще порох, чтобы инструменты продолжили развитие восходящей динамики. И пару слов буквально про зол. 1962 доллара за тройскую умницу. Я настолько уверен в развитии бывшей динамики на перспективу, что совершенно не удивлюсь, если к концу этой недели мы увидим 2000 долларов за тройскую умницу. Сейчас золото опирается на резкое снижение доллара, на обвал в прямом смысле американских облигаций, двухлетних, десятилетних трежерис. И, как я отметил в начале своего выступления, очень хороший индикатор сейчас – это индекс настроений. В частности, прямо от Realtime. 82% трейдеров сейчас находятся в коротких позициях. Это толпа. Рынок идет против толпы. И пока вот это соотношение не изменится, конечно же, потенциал роста останется. Мне кажется, толпу будут выносить, но не вижу уровней, на которых это можно сделать прям близко. То есть 1970-1980 вряд ли. А вот 2000 вполне реально. Поэтому здесь тоже рекомендую рисковать, действовать, удерживать отдельные позиции для тех, кто ранее открывал их, тех, кто не открывал, присмотреться к возможности их открытия с целями, которые я обозначил. Так, Денис, слава тебе. Включи, пожалуйста, возможность демонстрации. Да, секундочку. Готово. Отлично. Так, супер, меня уже видно. Значит, в принципе, сейчас я уже согласен. Дело в том, что после вчерашнего импульса действительно сделали очень мощное движение, под которое нужно уже адаптироваться. Я лично склонялся вот у евро еще изначально с понедельника, что добой будет приблизительно в район 1.11, и с него мы получим хоть небольшую коррекцию вниз. То есть я с него коррекцию как раз, думал, там пунктов 150 где-то дадут, а потом после этого уже добой. В итоге у нас практически вообще безоткатное движение вверх сейчас происходит. При таком раскладе, с учетом того, что цена уже выходит за локальный канал вверх, я бы больше смотрел, пожалуй, на вот такую глобальную. Также есть еще вариант его расширенного, вот с такой границей будет. Я пока еще не встретил, но только присматриваюсь. При таком раскладе здесь вообще верхние границы, смотреть по опционам, здесь они попадают вообще на 1.13.50. Туда, честно, я думал, вообще осенью дойдут, потому что уже как бы привыкли к таким флетовым движениям. Думал, ну там осень, пока туда-сюда. А по факту мы видим, что все гораздо быстрее. Поэтому да, здесь локальное движение у нас восходящее. Глобальность сейчас тоже. Проталкивающий объем у нас вчера был залит. Там были также и продающие объемы, но они именно по евро были небольшими. Поэтому в целом, я думаю, там какой-то внутренний небольшой и то. Но этот внутренний откат вряд ли он добьет даже вот сюда, с учетом настолько сильного импульса, настолько такой сильной падающей кумулятивной дельты. Потому что по кумулятиве мы четко видим, что движение вверх у нас продолжится. То есть это движение, которое будет коррекционное вниз, это не разворотное. То есть кумулятива просто улетела вниз. То есть преобладающее количество сделок по бидам проходит. Я думаю, что попытаются вот сюда добить. То есть это где-то 1-12,5, то есть до границы восходящего канала. Это понятно, что не показатель, это скорее больше как цель движения. То есть оттуда я не ожидаю, что прям какой-то серьезный разворот сделают. Но в качестве цели это вполне подойдет. Внизу вот недельными заливками опционов преобладают достаточно большие хеджи. То есть здесь и вчера то же самое хеджировали в процессе роста. При этом верхние опционы у нас, особенно здесь конструкции, уже зашли в зону безубыточности. То есть с этих диапазонов открываются обратные сделки. То есть шорты по фьючам у держателей данной конструкции. Но как мы видим, реакции пока тоже совсем никакой нет. Поэтому я думаю, что до толка где-то на 1-12 копейками, там дальше будем смотреть. Потому что против такого сильного движения, с учетом того, что нет реакции на объемы, ни малейшего нет желания вообще здесь остановиться. По поводу фунта. Значит, здесь у меня целевой уровень с понедельника был на 1,30. Почему? Здесь и стратегические сопротивления есть. Также контрольно-маржинальная зона сюда попадает. Объемы, кстати, вчера заливали просто огромные по бидам. То есть это рыночные продажи. Частично это лимитные покупки. Но лимитные покупки это когда цена падает, например, как вот здесь. И откупают, то есть это лимитки. Но здесь вот это очень четкие были именно продажи. То есть частичные фиксации лонгового роста. Но при этом все равно протолкнули выше. В таких комбинациях чаще всего цена корректируется вниз. То есть формируют коррекцию именно вот к этим объемам. А после этого уже движется вверх на добой. На добой здесь вверху я вижу по конструкции разве что 1,32. Но там даже существенно каких-то уровней вообще ничего нет. Вот это меня штука очень сильно смущает. То есть значимый серьезный уровень, ну реально сильный, он прямо сейчас есть. При этом кумулятивы у нас очень агрессивно отрицательны. Отрицательны, то есть по аналогии, как это было сделано по евро. Поэтому я считаю, что движение вниз оно будет откатным. А после этого пойдут все равно вверх на добой. Ну здесь по целям нужно будет уточнять, потому что пока не к чему особо привязаться. Поэтому примерно в район 1,32 вижу. Что касается индекса доллара, то если посмотреть на историю, у нас уровень 100. Да, он психологически значимый сильный, но при этом его ни разу цена не видела. Вот прям вообще ни разу. Вот поэтому я особо надежды на него вообще не полагаю. Потому что мы видим, как здесь цена пролетала его. Здесь она вот раз, два не добивала до уровня сотки. Там чуть-чуть выше буквально было. В прошлом то же самое. То есть уровень 100, чтобы прям цена красиво видела, но ни разу такого не было. Здесь вот вроде близко подошли, но все равно это не сотка. Здесь пролетели, здесь вообще распилили, будто ничего там, никакого уровня не существует. Поэтому я думаю, что опять-таки здесь какой-то внутренний откат дадут. И хотя бы движение там по каналу, потому что по уровням здесь сильно существенного значимого. Разве что там 99 наблюдать и все. То есть на 99 есть, ну а потом уже там ниже и 97 с половиной, и 97 ровно. Поэтому я думаю, что все-таки к нижней границе канала здесь могут продолжить движение. Да, это могут быть внутренние, внутренние еще локальные коррекции. Но снова-таки это дневной был график, вот четырехчасовой. Здесь есть вот и зона для продаж. Но перекрытие вот такого импульса, то есть самой импульсной свечи, я не особо сейчас верю. Во всяком случае, с текущих. Возможно, поэтому откат будет совершенно небольшой. Добьют до нижних границ канала. Тем более, что есть еще и понятие расширенного канала. Он вот так вот будет выглядеть. И это у нас как раз диапазон 98-98 с половиной. То есть по времени приблизительно так получается. И если это действительно будет так, то как по фунту, так и по евро мы получим внутренние откаты. И после этого уже добой выше. А вот что касается золота, здесь немножко скользкий момент. Дело в том, что да, я вижу вверху, где у нас реально находится очень сильный диапазон. Причем он здесь по марже, опционам. Также вот этот диапазон. То есть это тысячу, я немножко округлю, 1990-2000. То есть да, этот диапазон реально очень сильный. Честно, то, что разворот сделали вот в таком виде, но это очень странно, потому что обычно, чаще всего, так вообще не разворачивают рынок. Но это прям гигантская редкость, чтобы его настолько коряво разворачивали. Здесь ни кульминационных объемов не было, ни каких-то серьезных проторговок, просто ничего. Значит, если расчертим сейчас основные объемы, то мы увидим, да, внизу рейтинговые объемы это понятно, потому что здесь какое-то время все равно цена проторговывала. А вверху, там где сейчас находится контрактный депок, туда цена еще даже не доходила. То есть здесь вот основные объемы сосредоточены. И если, если цена сможет перекрыть вверх уровень вот 1980, то есть полноценно, полное перекрытие вверх с закреплением сделают, вот тогда только скажу, что да, действительно, здесь может сработать у нас паттерн в обратную сторону с целями в районе даже перехая. Но пока этого не произошло, и я настолько амбициозно цели пока не готов ставить. Тем более у нас вчера просто колоссальный вот он объем, огромнейший объем был залит по бидам, то есть это рыночные продажи были, они видны хорошо и на часовом, и на четырех часов, вообще на любых таймфреймах они очень четко видны. Поэтому я думаю, что это делают у нас вторую фазу такой глубокой, именно глубокой коррекции, и могут достать приблизительно вот к этой области. Это у нас как, назовем это областью вращения, то есть вот как это будет выглядеть. Вот раз, и приблизительно вот такой диапазон, это чисто вот близлежащая такая зона реакции, то есть ни в коем случае от нее продавать нельзя, это именно тот диапазон, в котором чаще всего ищут реакцию, это по технике и объемам. Маржа и опционы, они находятся немного выше, поэтому зона широкая, да, добой сюда с достаточно большой вероятностью будет, и вот здесь вот уже буду смотреть. То есть я, например, за отскок вот хотя бы во внутреннюю часть сезонки вращения, это где-то 1935 получается. Вот цена здесь уже неоднократно в прошлом я увидела, до этого тоже с обратной стороны, то есть это именно зона вращения, которую цена с обеих сторон видела. А потом, ну, буду уже уточнять, потому что, возможно, и еще раз пойдут снова вверх, то есть что-то наподобие вот такой вот конструкции. Во всяком случае сейчас это максимально вот просматривается на рынке, и эти объемы, которые вчера заходили, они как раз зашли именно по верхней части, большая часть, как в проталкивающей свече вверх, так и в следующей, просто колоссально огромные биды, то есть продажи. И меня это лично, ну, все-таки смущает в плане перспектив дальнейшего роста. Но по инерции все равно еще смогут дойти. У нас вот Депок 1975 по аукционам и того немножко выше. Вот, ну, а потом через Добой, в общем, здесь примерно одна и та же картина, как по фунту, евро, золоту, то есть плюс-минус то же самое все вырисовывается. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Четверг-пятница у нас еще до закрытия недели остаются. Крайне будет интересно посмотреть в итоге, как мы завершим эту неделю, учитывая такие импульсные движения, которые, честно говоря, сегодня с азиатской сессии продолжаются. Ну, я думаю, что мы с тобой на следующей неделе снова встретимся, обсудим, подведем уже итоги, сделаем конкретные выводы и попробуем в очередной раз ответить на вопрос, что же ждать от того же самого доллара дальше уже на перспективу и что произойдет с рисковым активным. Денис, тебе крайне результативного закрытия недели, хороших выходных, спасибо, что подключился, нашел время и до скорых встреч. Пока. Спасибо, да. Тебе тоже главное пережить все эти движения. Пока, Денис. Спасибо всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok